Если же уровень шума это та жертва, которую вы пожертвовать не можете ради красоты, тогда обязательно стеклянную морду вот эту снимать и ставить сюда вентилируемую вот эту металлическую. Доброго вам здравия и доброго вам краба! Сегодня смотрим компьютер Дмитрия за 273 тысячи рублей перед выдачей. Цена компьютера из-за июльского ралли рубля в 2023 году ни разу не окончательна. И она будет корректироваться сразу же к практической части LS720, Cora i5-13600K-KF. Корпус залом Z10DU, закрытый перед, здесь стеклянный перед стоит, вентилируемый вот он, здесь стекло, все фильтры на месте и смотрим что же у нас по циферкам. Тест OCCT питания. Этот тест грузит полностью графический процессор и центральный процессор. И они сейчас загружены полностью. Cora i5-13600KF. Его потребление в биосе ограничено цифркой 181 Вт. Вот оно. За эту цифру потребления процессор ни разу и не выскочил. И смотрим температуру L820, которая смогла обеспечить охлаждение L13600KF. Цифры, вот они перед нами. 89, 90 дтдддддддд. Максимум 96, что было. До температуры тратлинга процессора не дошел. Закрытый корпус. Час нагрузки. Но сейчас час уже закончится. Перед стеклянный. Вот он. Перед стекло. Фильтры боковые на месте магнитные. В помещении температура за 30 градусов. И до тратлинга не доходит. Это игровая компоновка RTX 4090 Это скромняшка стоит видеокарта Полит GameRock И в итоге система охлаждается Да, при этом надо признать четко Что тихо назвать работу L720 я не могу Сейчас она довольно ощутима по уровню шума На фоне всего компьютера это самый шумный элемент Но она справляется и Core i5 охлаждает По мощности, по мощности Вот они цифры 181 Ватт То что есть, то и есть А видеокарточка, ну в случае пустяк 450 Ватт кушает Тестирование идет предпродажное Клиент Дмитрий уже приехал за компьютером Я его отправил культурно ждать окончания теста Что дальше по компьютеру Блок питания На платформе CVT ATX30, PX1000G от Deep Pool У меня у сборки были уже модели Экземпляры, которые свистели Да, реально могут свистеть в данной связке Вот эта видеокарта, эта материнская плата Этот блок питания, свист отсутствует Но гарантировать его полностью нет возможности А поэтому реальность такова Блок питания качественный и надежный Вот его кабель 12VH Power Вот под таким углом Так, ну все, час прошел Системник сейчас можно будет уже и открыть Вспомнил курьезный случай При выдаче компьютера Ростиславу Он запросил культурно при нем Выполнить полную нагрузку на компьютер Я запустил вот это питание И пошел своими делами заниматься Ростислав сидит на стульчике Сидит-сидит, бат, хлопок Хлопок реально сильный Я в панике не понял, что происходит Моментально дергаю питание А если системник начал выпускать белый дым То лучше сразу дергать питание А что произошло? Оказывается, все целое А что тогда бахнуло? А бах был Я водичку в тот день купил газированную Газированную Вот это не газированная А та газированная Бутылочка была полная Жара Я выпил, потряс газики И в итоге газики накопились И как хлопнуло Это вот как можно испугать клиента Да, вроде смешно А клиент, я надеюсь, понял, что я делал Я потенциально защищал свои риски Потому что если после баха еще нагрузка останется Тогда что было бы дальше? Короче, с водичкой Если у вас газированная вода Не надо ее сильно закрывать Чтобы не бахло при клиенте Что у нас? Корпус открыт Нагрузочный тест прошел Компьютер стал тихий Да, теперь все тихо LS 720 Это не совсем тихая SGO Но зато эффективно справляется Но это такая палка о двух концах Процессор без андервольта 13600KF Просто ограничение по биосупотреблению стоит Его можно сделать более лояльным и интересным Но это уже самостоятельно Массовый потребитель этим заниматься не будет Что тут? По видеокарте держатель использован Политовский И ее штанга Через два колена Два малых колена Одно в другое Это кабель 12VH Power Вот такой изгиб С таким кабелем изгиб возможен Если у вас переходник будет На четыре разъема Восьми пиновых изгиб Надо делать намного позже По помпе Вот эта Блямба Она крутится И ее можно крутить Здесь я пленочки снял И крутить не буду Логотип как есть Дипкуловский Расположен А по температурам теста Который ранее был Можно цифры улучшить Если поставить морду Вот такую вентилируемую Но здесь стоит стеклянная морда И с 13600ККФ Можно ее оставлять Вот эту красоту Здесь поток воздуха Идет через боковины большие Он довольно большой Поэтому перед не совсем глухой Охлаждение есть Это если по поводу охлаждения Я взялму за 10 дуу Дуу это значит У него в комплекте две морды Вентилируемая и стеклянная С 13600К При ограничении потребления питания Можно смело оставлять И стеклянную морду Если игнорировать Повышенный уровень шума СЖО То есть красота требует жертв Если эта жертва вас устраивает Тогда спокойно Если же уровень шума Это та жертва Которую вы пожертвовать не можете Ради красоты Тогда обязательно стеклянную морду Вот эту снимать И ставить сюда Вентилируемую Вот эту металлическую Вот этот боковой отсек Он тоже фильтруемый Максимально оттуда кабеля Все выведены Эффективность потоков Можно увеличить Если вот эти магнитные фильтры Поубирать Соответственно Фильтр вот этот сверху И такой же магнитный фильтр Вот с той стороны Находится Так Память Госкилл Трайдензет 6400 32 тайминг Чипы из Кахюникс 32 тайминг 2 по 16 32 Стресс систем мемори В Аиде Эта память Отработала полностью Подсветку Можно управлять Сейчас я выбрал мигающую Чтобы внимание зрителя На ней акцентировать Материнская плата Има сайта Магавка За 790 Плата Достойный компромисс Смело можно ее советовать В комплекте с материнской платой Идет очень красивая Такая металлическая флешечка С логотипом MSI С дракошей На этой флешке Образы сошные С драйверами Только есть одно Большое но Эти флешки крайне ненадежные Ни в коем случае Не доверяйте этим флешкам Файл биоса Для прошивки биоса Это реально очень опасно Есть нюансы Не доверяйте биоса Так использовать можно Для вторичных данных А драйвера Если что из интернета Это можно скачать Здесь слетел раздел На ней Запустил классический Корейский бенчмарк Под который Биос и SSD Редактируют Это Samsung 82 Сейчас нагружается Температура на старте 52 Потому что Только-только Закончился бенчмарк С нагрузкой видеокарты Вот она Чуть-чуть греется А SSD Находится вот здесь В первом М2 Поэтому температура Вполне логичная Что она должна быть Именно на старте Вот такая То есть Если бы видеокарта Не грузилась И была бы холодная То он бы стартовал С температуры В помещении Пока тестируется SSD Смотрим кабель Менеджмент По корпусу Залман За 10 дуу Боковина снята Она вентилируемая Вот это магнитный фильтр Вот сюда вешается И вот это пространство Создает поток воздуха Максимально Его освобождаем Максимально То есть Что предлагает залма Она предлагает Вот здесь Вести кабеля И эта часть Поток воздуха Будет съедать Поэтому смещаем Кому-то покажется Что здесь все набросано Да возможно Вы правы Недавно Приносили сборку SDNS Там наконец Чего-то Начали собирать Там опрятнейший Кабель менеджмент Был Все Единую Большую скучу Стянули Все очень хорошо Только был момент Там два кабеля ARGB Дипкул Перетянули Ну вот так Зато красиво Сделали Здесь Здесь как есть Это подключение Идет 24 пина Это 8 пин Это вентиляторы Контроллеру Залман Сейчас подключено Все Подключены Вентиляторы СЖО А с этой стороны Не светится Подключены Вентиляторы Корпусные Помпа И клиент Может сам выбирать Управляться С клавишей Корпусом Или Нажав эту клавишу Удержанием Переключиться На синхронизацию С материнской платой Вот эта синхронизация На материнской плате И управляться Через MSI-центр MSI-центр Утилита Крайне глючная Ставьте Последнюю версию Продажа И сборка Компьютера ТК Савелопский 2F22 Алексей Руднев Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова